Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы День Люди События. Сегодня говорим о событии 29 декабря. Первые трамваи появились в Москве в 1899 году. Первый маршрут электрической городской железной дороги проходил от Бутырской заставы, ныне Савиловский вокзал, по Нижней и Верхней Масловке. Вскоре в городе появились знаменитые буквенные маршруты. 29 декабря 1911 года был пущен трамвай, который москвичи любовно называли Аннушкой. Он курсировал по Бульварному кольцу и Москворецкой набережной. А потом и трамвай Букашка, ездивший на всем протяжении Садового кольца. К 1915 году в городе насчитывалось уже 34 трамвайных маршрута, протяженность линии возросла до 311 километров. Была еще и Верочка, маршрут В, которая связывала по кольцу Таганку с районом Автозаводской. В Сокольниках ходил маршрут СК, Сокольническое кольцо. Надо сказать, что в ту пору трамвай был единственным видом общественного городского транспорта. Трамвайные пути пролегли по всем центральным улицам Москвы, проходили по Красной площади, а на окраинах уходили за город, в дачные поселки, Сокольники, Богородское, Воробьевые горы. В городе было 7 депо и вагоноремонтный завод, Сварс. Сначала вагоны трамваев были импортными. Привозили их из Бельгии, Англии или Германии. В 1909 году появились первые отечественные вагоны F, так называемые фонарные, которые производил Коломянский завод. Своё название они получили из-за светового фонаря минус возвышение крыши вдоль середины салона для освещения. Эти вагоны были прочными, надежными и прослужили москвичам до 1960 года. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.